Всем привет! Мы с вами играем в Sims 4 и это династия Стыкеленбург. Марк у нас находится в школе, а наши родители дома. Кони еще два дня до работы, а Андрей у нас пенсионер, поэтому на работу ему ходить не нужно. Вот сейчас они миленько себе общаются, а наша Лора маленькая спит. По-моему, она такая же спокойная, как Марк. Ну, пока не плакала. Спасибо, что написали мне, как использовать шкаф и как правильно покупать книги. Поэтому сейчас мы купим книги. Для того, чтобы купить книгу с навыками, нужно выбрать молоточек. И здесь будет список всех книг, которые предполагают повышение навыка. Я бы хотела купить конь-книгу по смешиванию напитков, чтобы она не бегала по барам, где-то подрабатывала барменом, а могла дома повышать этот навык. Я понятия не имею, какой ей сейчас нужен том, но у нее уже третий навык. Я попробую купить третий том. Если он будет слишком сложный для нее, то тогда потом купим еще и второй, может быть, даже первый. Если третьего навыка будет недостаточно для таких томов. Покупаем книжку, и она находится у нее в багаже. Благодарим за заказ. Книги находятся в багаже, и сейчас мы попробуем ее почитать. Вот у нас книжка. Да, действия читать есть. То есть, значит, она может учиться по этой книге. Еще раз благодарю за то, что подсказываете мне, как правильно играть в 74, потому что я еще некоторые моменты такие незначительные не уяснила для себя в этой игре. Так, Марк у нас в школе. Лора маленькая спит. Вот Андрей с Кони болтают. И Андрея я сейчас отправлю убрать эту тарелочку, и пусть создает угловые столики. Потому что угловые столики у нас хорошо идут. Мы их продаем по 107 миллионов. А делает он их достаточно быстро. Кони пришла к Марку, на кроватку села и читает книжку. Надеюсь, что навык будет повышаться. Давайте посмотрим, где эти смешанные напитки. Вот сейчас у нее 21%. Но нету все-таки полосочки, которая предполагает повышение навыка. Возможно, когда читаешь книгу, она и не появляется. Так, пока ничего не произошло. А вот Кони у нас побежала мыть посуду. Ну хорошо, помой посуду. А, это есть торт. Ну ладно, скушай торт. У тебя все-таки желтые потребности. И потом будем худеть. После родов фигура Кони в порядок не пришла. Сначала я думала, что буду отправлять ее на тренажеры. Буду гонять ее в спортивный зал. А потом мне стало ее жалко. Или себя даже жалко. Вот Андрей у нас закончил мебель делать. И пусть еще один делает тогда столик. И я решила, что Кони лучше мы купим зелье за баллы счастья. У нас 1600 баллов уже. Есть такое зелье, как растворимая стройность. Давайте его купим за 750 баллов. И выпьем. Я надеюсь, что она придет тогда в полный порядок. Так, Кони, иди сюда, чтобы у тебя было лучше видно. Да, даже, наверное, вот сюда. Выпьешь зелье. И мы посмотрим выпить напиток. Как хорошо ты похудеешь. Вот он какой шипящий такой. С фонтанчиком. Ну куда ты пошла? Мы же фигуру твою хотели посмотреть. Это было зелье. Растворимая стройность. Зелье у нас растворилось. А стройности я не вижу. Марк возвращается со школы. Да, как-то баллы у нас убавились. Во. Боже мой, это растворимая дистрофия. Ой-ой-ой. Боже мой, Кони, как же теперь тебя откармливать, что ли, надо? А ну иди сюда. По-моему, она стала слишком худой. Ой, ну ладно, хорошо. Пусть будет так. Но это, по крайней мере, лучше. Ой, проснулась наша девочка. Надо срочно поменять пеленки. Ой, она крикливая. Марк таким не был. Марк был поспокойней. Давайте ее покормим. Полоскаем и покачаем. Наш Маркуша сразу побежал принимать ванну. Да, у него тоже с гигиеной проблемы. Ванна у нас просто плохая. Я думаю, что нужно будет заменить этот предмет. Вот, Марк у нас пришел в хорошее настроение. Сейчас он докупается, допринимает ванну. И мы отправимся в гости. Как ты быстро делаешь, Андрей? Все. Молодец. Давайте продадим тогда эти два столика угловых, которые у нас в багаже. Вот он сделал столики. Так, продать. Вот, 210 миллионов получили мы. И мы отправимся в гости к нашим новым соседям. Я из этого домика напротив выселила Юру с его семьей. Я их вообще не убрала из города. Они живут в городе. Просто я их переселила к другим симам в другой домик. А напротив поселила наших новых соседей. К нам приехала в город новая семья. Сейчас мы с ней познакомимся. Эту семью я сегодня как раз и создала. И записала видео о том, как я ее создавала. Я думаю, что конни мы оставим дома. Пусть она смотрит за Лорой. Пусть ее баюкает, кормит и сама, может быть, выспится. А Андрей с Марком сходят, наведаются к нашим соседям. Узнают, что там да как. И пригласят их на вечеринку. Я хотела бы устроить вечеринку в честь рождения ребенка. У нас родилась Лора. И нужно это дело отметить. Тем более сейчас у нас уже с деньгами таких проблем нет. Андрей вышел на пенсию. И стало деньгами попроще. К тому же он работает за вот этим верстаком. И создает хорошие предметы, которые можно продать. Ну вот, Маркуша поломал нам ванну. Ладно. Давайте отправимся и посетим наших новых соседей. Отправиться сын. Выбираем Марка. И идем в гости. Так, вот мы пришли к нему в гости. Давайте постучим. И я надеюсь... Ой, Марк у нас уже почему-то красный. Странно. Марк. Сердитое настроение. И хочет злиться на кого-нибудь. Марк. Честно говоря, зная этих соседей, мне кажется, тебе здесь будет на кого позлиться. Нас впустили. Марк почему-то получил навык интеллекта. Наверное, книжку какую-то взял с собой. И посмотрим, кто здесь есть. Вот. Давайте поприветствуем главу этого семейства. Ее зовут Хельга. Мы поприветствуем ее дружески. И будем надеяться на то, что у нас с ней будут дружеские отношения. И тут вот есть детки. Давайте Марк поприветствует детишек. Стой. Приветствует дружески. Ну, а мы пока посмотрим, как здесь Хельга и Андрей общаются. Да, мы заведем знакомство с этой семьей. И пугать мы ее не будем. Давайте начнем обсуждать с ней интересы. Может быть, нам удастся завести с ней знакомство. Видите, она такая необычная. Я ее создала. И самое интересное, у нее очень негативные черты характера. Она будет у нас такой очень плохой человек в династии Сим. Нужно с ней познакомиться. У нее также есть черта характера, где-то ненавистница. Так что, если к ней подойдет Марк, я не знаю даже, как она на него отреагирует. Вот, Андрей получает навык обаяния. И Андрей тут в обществе двух девочек прекрасно общается. А, я не рассказала об этой семье. Это две дочери ее. Они близняшки. Венди и Сэнди. Это дочки этой Хельги. Вот, они такие вот такого же возраста, как и Марк. Вот, они миленько общаются, по-моему. Они даже понравились друг другу. Если честно, я ожидала, что тут сейчас будет какой-то скандал. Потому что у девочки тоже одна плохая черта характера. Она у нас холерик. Давайте похвалим дом и пригласим ее к нам на вечеринку. Скажем, что вот у нас вчера родилась дочка, девочка. Да. Дадим ей совет по ремонту. И скажем, что приходите к нам вместе со своим мужем. Кстати, да, у нее же муж есть. Интересно, дома он или нет. Может быть, он на втором этаже. А муж у нее лежебока. Поэтому, возможно, он где-то сейчас лежит на диванчике, спит себе. Мужа я не наблюдаю. Наверное, его дома нет. Может быть, в дворе? Да, точно. О, он уже с Марком. Познакомьтесь, это Том, глава этого семейства. И, по-моему, с Марком они нашли общий язык. Прекрасно сидят себе, кушают гамбургеры, которые приготовил этот Том. Андрей захотел уже в туалет. У Марка все отлично. Давай, Марк, расскажи ему что-нибудь. У тебя есть какое-нибудь желание злорадствовать? Ну, не надо нам злорадствовать. Давай, расскажи. Поговори об игрушках. Да, рассказывай про свою кокошу. Что еще можем сделать? Узнать, как прошел день. Хотя, Марк, вообще, я думала, ты будешь общаться с девочками. Тут подошла Хельга. Андрей идет. Мне главное узнать, познакомился ли со всеми ними Андрей. Потому что Андрей, наверное, будет приглашать. Хельга, у него есть знакомых. А вот Тома он еще не знает. Поэтому давайте его поприветствуем, чтобы с ним познакомиться. Это действие мы отменяем. И нужно пригласить также девочек. Поэтому Андрею сейчас срочно нужно еще познакомиться с детишками. Так, первое, стой. Тоже приветствует дружески. Кстати, уже начинает темнеть. Нужно возвращаться домой. Я хотела, чтобы Марк сделал еще домашнее задание. Потому что учится он не очень хорошо. Так, я проверяю знакомых Андрея. Том у него уже появился в друзьях. А вот девочек не вижу. И девочек пока еще нет. Давайте еще раз поприветствуем дружески. Ой, Андрей у нас хочет в туалет. Я, наверное, все-таки его отправлю туда. Потому что у нас один раз уже был конфуз. Я не хочу его повторения. Чтобы он себя плохо чувствовал. Так, Марк. Марк, ну подожди. Теперь папа выйдет, и ты пойдешь. Нужно найти девочек. Девочки, наверное, на втором этаже. Ой, Марк у нас отжимается? Да, я не знала, что маленькие дети умеют такое действие выполнять. Хотя Марк у нас гений. По идее, он не должен этого делать сам. Так, знакомься. Приветствовать дружески. Может быть, он как-то по умолчанию пошел в папу. И тоже спортивный. Хотя имеет пока только одну черту характера. Он у нас гений. С одной девочкой, с Энди мы познакомились. И хотела бы еще узнать вторую. Где Венди? Наша Хельга... Не наша. Хельга уже переоделась в пижаму и собралась спать. Наверное, мы пришли не вовремя. Уже вечер. Я не вижу второй девочки. Сейчас я ее найду. Я нашла вторую девочку. Она почему-то завалилась спать вместе со своим папой. Я думала, что это Хельга спит. А это оказывается Венди. Ну, я думаю, будить ее не стоит. Тогда пригласим хотя бы одну девочку к нам в гости. А со второй, если с ней знаком Марк, то он ее сам отдельно пригласит. Да, он с ней знаком. Отлично. Уже наши Симы хотят спать. Поэтому нужно им отправиться срочно домой. Мы вернулись домой. Уже поздно. Все хотят спать. Поэтому сейчас быстренько покормим детишек. Точнее, одну детишку покормим Лору. И все лягут спать. Наша ванна так и осталась сломанная. Поэтому утром Андрей ее починит. Я включусь уже, когда все проснутся. Потому что сейчас всех я отправила спать. Первой у нас проснулась Лора и разбудила всех. Да, первый. Потом за ней следом проснулся Марк. Ему как раз скоро в школу. Сегодня пятница. Поэтому пусть он пойдет покушает и отправляется в школу. Тут же Кони побежала кормить свою девочку. Вот в этот раз как-то Кони больше занимается детьми, чем Андрей. Ну, Андрею уже можно. Потому что он уже на пенсии. Ему и так много дел. Сейчас он проснется и будет чинить ванну. Которая постоянно у нас что-то ломается. Потому что все предметы очень плохие. Во! Марк сел сам за этот столик. Я думала, это столик для рисования. А он его использует как обеденный стол. Вот так. Ну, хорошо. Так, Маркуша, тарелочку бы убрал за собой. Если не сложно, конечно. Андрей получает детали для улучшения. Это очень хорошо. Да, опять сходим с ума. Иди, наверное, покушай. Что у нас тут осталось? У нас еще кусочек тортика есть. Да, покушай, сходи в туалет. И потом опять возвращайся к своему верстаку. Создаваю угловые столики. Пока у нас ничего нового из мебели не появилось для создания. Кони решила почитать книжку, но нет. Мы зададим ей действие готовить. Пусть приготовит что-нибудь. Печенье с шоколадной крошкой. Оладьи. Давайте запеканку сделаем. Ой, подождите, я, по-моему, выбрала одну. Нет, нам нужно сделать много. Потому что мы будем готовить... Давайте... Да что ж приготовить-то? Давайте торт-гамбургер тогда сделаем. Торт будет сразу на многих человек. Потому что мы устраиваем вечеринку. О, Андрей получает пенсию. Кстати, опять двойную? Да, опять двойную. Два раза пенсию получил. Наверное, он был очень усердным космонавтом. Кони приготовит, потому что сегодня, когда Марк вернется со школы, у нас будет вечеринка. До занятий 23 минуты ему. Он сейчас сидит как раз сам пошел делать домашнее задание. Какой молодец. У него очень пока еще плохая успеваемость. Я как-то не могу все успеть его подучить. Он у нас внимательный сейчас. Это все потому, что он гений. Эта черта характера дает ему такую положительную эмоцию. И он внимательный. Кони готовит. После этого ей нужно еще поубирать, все почистить. Да, вот почистишь все и потом сядешь поесть. Кстати, вот книжки эти теперь, что плохо. Хорошо, конечно, когда есть шкаф и есть книги. Но плохо то, что эти книги потом валяются где попало. Протереть пол. Очень хотелось бы сегодня в этой серии провести вечеринку. Но как-то время здесь тянется очень долго. Поэтому я, наверное, все-таки промотаю этот момент. И включусь, когда Марк уже вернется со школы, чтобы мы могли приступить к нашей домашней вечеринке в честь рождения нашей девочки Лоры. И тут внезапно к нам в гости пришла Хельга. Не знаю, зачем она пришла. И пришла она в пижаме. Ну, давайте ее, конечно же, впустим. Пригласить войти. И спросим, почему она вот ходит в пижаме. Конни такая необычная. Она, ну, совсем худенькой стала. Я, конечно, не хотела, чтобы она была настолько худой. Но уже как получилось. Так, ну, что ты пришла к нам в пижаме-то? Давайте поприветствуем ее. Конни с ней еще, кстати, не знакома. Нужно познакомиться. За это время у нас тут произошло несколько событий. Во-первых, выскочило сообщение о том, что Лора скоро будет отмечать день рождения. И наш Андрей закончил угловой столик. Да, навык он все-таки не поднял. Механика. А, это конь, извините. Это конь. Да, механик он все-таки не поднял навык. Кстати, они, по-моему, неплохо общаются. Несмотря на все ее такие отрицательные черты характера. Может быть, даже друзьями станут. Вот, действия надоедать. Я ее предполагала, когда она была... Да, когда я ее создавала, что она будет нашим врагом. Давайте метнем в нее безумный взгляд. Потому что она не любит детей и вечно будет приставать к нам с какими-то придирками. Да, вот видите, какой у нее большой нос. Я думаю, что она будет вечно совать его не в свои дела. Ну, пока она пришла к нам в пижаме и что-то рассказывает. Сейчас наш Марк вернется со школы и мы организуем вечеринку. Кони отправилась на работу. Ой, 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 ой. Наша Лорочка проснулась. Марк, давай бегом, бегом. Ой, Марк. Андрей, бегом покорми, поменяй пеленки и полоскай, покачай ребеночка. А потом уже тогда устроим вечеринку. Придется нам вечеринку начать без кони. Вот, ну, я думаю, что от этого она не станет менее интересной. Все-таки мы пригласим многих людей. Так, Андрюша, давай запланировать общественные мероприятия. А Кони у нас чувствует, как у себя дома. Вот, ходит тут в пижамке, книжку взяла. А, она даже решила у нас поубирать. Кстати, неплохо иметь таких друзей. Пусть приходит и убирает. Так, Марк, у тебя досуг только низкий. Ну, вот, сейчас как раз и развлечешься. Пока посмотри телевизор, детские передачи. А скоро придут гости, и мы сможем поднять тебе настроение. Так, я хотела запланировать домашнюю вечеринку. Я не знаю, что это еще. Вот, посмотрим. Сто семь миллионов она стоит. Нужно выбрать одного организатора. Это будет Андрей, потому что Кони у нас на работе. И гости. Гостей мы выберем, давайте. Это будут, конечно же, Хельга. Давайте пригласим ее мужа. А также семейство Тейлоров. Дженну, Сэнди. А, ну и все, больше никого мы не знаем. Я думаю, вполне будет достаточно их. Ну и все, остальных приглашать не будем, чтобы не тратить на это деньги. И раз это домашняя вечеринка, то проведем мы ее у нас дома. Хотя нам предлагают приехать к Хельге домой или к Тейлорам. Но мы отправимся, мы не отправимся, мы останемся у нас дома. И вот, все переоделись уже в одежду для вечеринок. И основная цель, хозяева общаются с гостями. Отлично. Так, куда пошла? Давайте будем с ней общаться. Похвались мускулами. Расскажи, как ты хорошо поддерживаешь свою фигуру. Есть у нас 4 раза нужно рассказывать анекдоты. И пусть персонажи играют в игры в одно и то же время. Ага, какие-то игры. Игры, наверное, на компьютере или какие-то другие, предполагаются. Попробую поискать какие-то предметы. Гости все прибывают. Я не знаю, какие игры имеются в виду. Но попробовала, купила шкафчик для игрушек. Может быть, дети будут играть и нам засчитаются. А у нас опять недочет. В конце смены пожаловаться или сохранить... Ну, давайте будем опять жаловаться на этого коллегу. Рост производительности малый. Ну, опять мы сделали все правильно. Пусть детки играют с этим шкафчиком. Потому что как-то шахматы или компьютер покупать мне еще совсем не хочется. У нас денег-то мало. Нужно нам рассказывать анекдоты. Давайте поищем эти варианты. Дружелюбные действия. Судить интересы, комплимент. Что-то я и анекдотов-то не вижу. Давайте пока оставим их. Может, Марк расскажет деткам какие-то анекдоты. Мультик. Дурацкий. Вот анекдот. Пусть расскажет этой девочке. Ого, какая толпень набежала. Кстати, нам надо бы достать наш торт-гамбургер и предложить его гостям. Еще у нас почти 5 часов. И я надеюсь получить хотя бы серебряную медаль. С золотыми медалями у меня всегда проблема. Тут нет такого действия, как пригласить гостей за стол. Это действие было в Sims 3. Лорочка наша вот лежит, смотрит в потолок. По-моему, ее гости совсем не беспокоят. И гости, наверное, будут сами брать торт и кушать. Так, Андрей, наверное, устал от гостей и решил тихонечко посидеть, попить апельсиновый сок. Но не получится у тебя, потому что нужно рассказывать анекдоты. Вот расскажи какую-то историю. Может, она засчитается как анекдот. Не надо смотреть детские передачи. Давайте общайтесь, потому что нужно выполнять задания. Вот это Джена пришла к нам в гости кушать тортик. А это Сэнди. Две девочки у нас в гостях. Есть еще двое деток. Но, к сожалению, Андрей их не знает. И мы не смогли их пригласить. Я, честно говоря, не вижу никакой интриги. Никакого ничего злорадного наша Хельга не предпринимает. Я ожидала от нее каких-то решительных действий. Что она придет и будет как-то плохо себя вести, что ли. Давайте попробуем. Может быть, Марк не подойдет. И тогда она проявит свои черты. А она сидит со своим муженьком, флиртует. И, по-моему, ее совершенно не беспокоит, что вокруг нее толпа детишек. Да, Марк ей вот что-то сказал. И она, по-моему, даже не прореагировала. Так, уже три гостя поели, а ни одного анекдота еще не рассказали. А, анекдоты уже засчитались. Пусть персонажи поцелуются. Нам даже целоваться не с кем. Кони-то на работе и придет Кони аж в 22 часа. Поэтому поцеловаться тут у нас не с кем. Но если только они сами начнут целоваться. Тут же у нас две семейные пары. Андрей опять ушел. Как-то его совсем не привлек открыть. Шкафчик. Давайте достанем вот игрушечки. Может быть, дети в них поиграют. У нас здесь как раз много детишек. Андрей почему-то покинул гостей и решил уединиться. Наверное, в его возрасте уже совсем не хочется проводить такие вечеринки. Геена у него уже падает. Так. Пусть персонажи играют в одно и то же время. Целуются и съесть торт. Общаться с хозяевами... Хозяева общаются с гостями 12 раз. Ну, давайте попробуем. Нужно, наверное, было проводить эту вечеринку. Когда Кони была дома. Тогда это быстрее бы все засчитывалось. Так. Маркуша, можешь с девочками пообщаться? Расскажи им. Что ты можешь рассказать? Расскажи про школу. Расскажи анекдот какой-то. Ну, кстати, две девочки тебе. Невесты, так сказать. Можешь выбирать, какую хочешь. Но вот эту я бы не советовала выбирать. Потому что у нее плохие черты характера. И внешностью она в маму пошла. А ее генетика не очень, конечно, впечатляет. Действие играться не засчитывается. Потому что играется один Марк. Кстати, а что же наши Тейлоры? Вот Сара тихонечко сидит, читает книжку. Она у нас дружелюбная. И, видимо, с Хельгой ей не совсем интересно. Да, а Морис поломал нам раковину. Ну, ничего. Андрей все исправит. Он у нас хороший и злиться не будет. Так, давайте посплетничаем о соседях. Я немножко промотаю. Но все-таки кони мы, наверное, не дождемся. Да, два часа до конца вечеринки. И как раз к концу вечеринки придет кони. Так, ну съешьте еще кто-нибудь что-нибудь. Кто-то хочет кушать? Андрей? О, Маркуша, съешь. Съешь ты тортик. Почему тортик убрали? А тортик-то пропал. Ну, съешь тогда закуску. Потому что некогда нам готовить, чтобы нам засчиталось это действие. И тогда, может быть, получим хотя бы бронзовую медаль. Потому что я уже на серебро даже не надеюсь. Да, домик маленький. Людей много. Тут небольшой потоп. И все общаются. Нужно, может быть, для пущей такой, наверное, не стоит. Потому что час остался. Я хотела купить им еще музыку, чтобы они потанцевали. Но они и без музыки хорошо общаются. Да, никто у нас целоваться и играть не захотел. Ну, хотя бы скуш... Марк, почему ты не кушаешь? Сейчас вечеринка закончится. Я же попросила, чтобы ты съел. Когда Андрея заодно тоже попросим. Я думаю, ему... О, не туда нажала. Ему не грозит. Поправление у нас толстеньким не станет. И, может быть, успеет что-то съесть. Наверное, сок за еду не посчитается. А посчитается за напиток. Аркуша, быстрей кушать. Да, вот он у нас кушает. И сейчас должно засчитаться действие, если успеем. Получили медаль мы бронзовую. Ну, хоть так. В следующий раз попробуем лучше. И, как всегда, после вечеринки, после того, как ушли гости, дом находится в непонятно каком состоянии. Андрей, давай покорми ребенка. Вот, посмотрите. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Двенадцать тарелок. Хотя гостей-то было меньше. И Кони пришла. Кони, смотри, что тебе оставили в дом, в каком состоянии. Еще и раковину поломали. Так, Кони у нас пришла. Заработала 376 миллионов. Повышения она не получила, к сожалению. Ну, я думаю, поднимем мы навыки, и тогда она получит все. И повышение, и все будет хорошо. Спасибо за внимание. Серия уже получилась и так слишком длинная. Подписывайтесь на мой канал, ждите продолжения. И всем пока.